Тут как бы война, как говорит Соловьёв, война, а был же саммит. Главная тема саммита – стратегическая стабильность. Вместо стратегической стабильности – нестабильность. Поехал сейчас отдыхать, он так поработал, так поработал. Но, вот видите, может вылезет уже в конце лета, и будем видеть тогда, какое у него настроение. Конечно, результат саммита Байден-Путин вызывает по-прежнему большой интерес. Все там предупреждали, что вот, есть договоренность, стратегическая стабильность, и сейчас Владимир Владимирович будет заниматься союзными республиками. Но мы видим, что на самом деле дишь-то гладь, ничего не происходит. Последняя новость, что Владимир Владимирович говорит, что не хочет встречаться с Зеленским. А какие-то военные суда курсируют иностранные по Черному морю, и какие-то постоянные конфликты с российской стороной. Какая тут стратегическая стабильность? О чем говорили? Где результат? Тут как бы война, как говорит Соловьев, война, а был же саммит. Главная тема саммита – стратегическая стабильность. Вместо стратегической стабильности – нестабильность. НАТОвские корабли мешают жить россиянам в Черном море. А никакой встречи Путина-Зеленского не будет. Ну где же стабильность? Никакой стабильности, а очень большая нестабильность. Конечно же, специалисты это прекрасно поняли. Что переговоры кончились ничем. Неожиданно как бы завернули это все дело. Вместо того, чтобы там длинные переговоры, как обещали, и ушли. Конечно же, можно сказать так, что американцы какие-то слова произношли, что очень нравится Путин, два великих державы, что-то такое. Но это все оказались словами. Никакой договоренности нет. Просто продолжаются контакты. Чем они еще кончатся – непонятно. И, конечно же, то, что нету этих результатов переговоров, конечно же, возникает вопрос, а чем тогда будут дальше заниматься? Какие есть возможности? Если Байден не передает Белоруссии, Украину, Путину, тогда о чем вообще речь? Но вообще думать о том, что Байден что-то будет передать – это большая, конечно, наивность. Ничего он не будет передавать. Ему нечем передавать. Это во-первых. А во-вторых, конечно, всякие договоренности, они могут быть в такой обстановке только тактические или касаться каких-то более мельких вопросов. Ну, скажем, снятие Александра Легорьевича Лукашенко с поста президента Белоруссии. Ну, а вот на это, ну, да, здесь можно договориться. Здесь можно договориться с Владимиром Владимировичем, что вот спокойно будем снять Александра Легорьевича, поставим нового человека. который вот как бы более-менее там годится американцам, но не говорю уже о Владимире Владимировичем. Ну, да, вот. Но как бы ничего другого не происходит. Вот как бы это да. Вот смена человека. Вот это все, что как бы можно, чем можно договориться с американцами. И все были бы довольны. Вот последний диктатор Европы ушел. Ну, все довольны. Все довольны. Но как бы думать, что там будем передавать Белоруссию как бы Российской Федерации, ну, как бы этого нет и не может быть, конечно. Другое дело, что здесь, конечно, сам Владимир Владимирович очень активен. Продолжать очень быть активным. И здесь вряд ли его активность исчезает. Ну, это другой просто уже вопрос. Но понятно, что дискредитация Александра Легорича, конечно же, как бы такие объемы, конечно, уже набрала, конечно, что нет уже как бы места для последнего диктатора Европы. Тут уже и российские, конечно, там эксперты говорят, что, ну, там Дубай. Если хочет. Ну, Сочи не хочет, Сочи не хочет. Подмосковье не хочет. Сын уже живет в Подмосковье. Ну, как бы не хочется, как бы там, бояться за деньги, за жизнь. Ну, предлагают Дубай, Дубай. Что вот будут договориться там американцы. И ему позволяют жить в Дубае. Но посмотрим, конечно, это как бы так требует еще время. Но понятно, что, конечно, провал саммита, то, что как бы Путин не сумел ничего получить от этого саммита. Вы видите, как в российских передачах там хвалят, там, какие успехи у Путина. Там он мировой лидер, как он там крутит. Но это все делается именно для того, чтобы смесчить этот удар. Что никаких, как бы, решений, договоренностей нет. Вы понимаете, что когда договариваются о том, что возвращаются послы в столице, это как бы ни о чем. Так что ничего пока с американцами нет. И российская сторона очень боится, что американцы будут наращивать свой огромный натиск дипломатический на дипломатическом фронте. И там они могут добиться каких-то успехов и отъяснить и Россию, и Китай какие-то важные дела. Вот это, конечно, такое опасение у Владимира Владимировича. Есть это, вырывается то тут, то там. Ну, заменяют еще всю эту грустную обстановку всякими разговорами, как вы не смеете диктовать там России там повестку дня. Сейчас мы еще накрутим этих агентов всяких там, которые работают, скажем, там с рубежным какими-то там фондами. Мы их тоже объявляем экстремистскими. Ну, вот такие разговоры идут. Ну, извините мне, мы провели саммит о стратегической стабильности. Теперь у нас военные суда в Черном море мешают жить россиянам. Тут у нас и с Украиной ничего нету. А мы продолжаем вот внутри закручивать гайки. И здесь есть стратегическая стабильность. Когда стратегическая стабильность, это все не нужна вашей гайке. Но, значит, как бы пока ничего нет. Надеются они. Надеются. Вот восстановили контакт с американским руководством. Будем еще раз встречаться, еще что-то предлагать. Но, видите, это именно в таком образе, что мы что-то предлагаем и ждем от них подарков. Что, может быть, они что-то нам отдают. Владимир Владимирович свой цель определил. Но у него, мы же не знаем, сколько ему дано времени. Потому что сейчас будут думские выборы. Очень, может быть, что будет утвержден новый премьер, который, конечно, является преемником Владимира Владимировича. И сколько там это Владимиру Владимировичу вообще дано, мы не знаем. Но он определился приоритетом. Специально, вот, забрав Совет безопасности Российской Федерации, он объявил своим приоритетом союзные республики. Вот так. Конечно, имеется в виду не Татарстан, не Пашкирия, конечно. А, конечно, имеется в виду, конечно же, Украина, Белоруссия и Казахстан. Конечно, вот эти союзные республики имеются в виду. Хотя, надо сказать, что вот Путин так вот занимается уже вот этими всеми, как бы, иностранными государствами, что у него уже какие-то проблемы там внутри страны. Снова поднимают голову исламисты России. И эксперты, как бы, указывают на это, что и здесь, как бы, идут такие процессы, которые через какое-то время могут дать и урожай, какие-то неплохие. не выгоду России, конечно. А не выгоду России. Но союзные республики, что мы здесь можем ждать? Потому что понятно, что саммит и саммитами, а деятельность России продолжается наперекор американцам, конечно, там, и будут они все-таки попытаться что-то там устроить. Прежде всего, конечно, есть надежда на Украину, потому что цел Путина, конечно, развал Украины. Экономический, конечно, социальный развал, ну и потом территориальный развал. И это, как бы, процесс, она не останавливалась ни на секунду. Все это продолжается. И просто есть определенная еще торговля с американцами, но сами процессы, к сожалению, пока в Украине негативные. То же самое я говорю и по поводу Белоруссии. Тоже, как бы, процессы пока очень в сторону России. Конечно же, сколько они там могут добиться дальше успехов без того, чтобы что-то проиграть в Западе. Все-таки не надо забыть, что Россия продает, конечно, Западу всякие там свои природные ресурсы и хочет получить деньги. И это все тоже, как бы, проблемно, как с этим бизнесом всем будет, если жестко, как бы, брать все эти союзные республики под контроль Российской Федерации. Так что здесь тоже, как бы, процесс идет, но не сказал бы, чтобы процесс уже в конце своего. Пока все-таки так успехи есть, но недостаточно, что касается плана Владимира Владимировича по поводу союзных республик. И, конечно же, понятно одно, если будет следующий саммит, будет та же повестка дня. Владимир Владимирович будет говорить о стратегической стабильности в этом плане, что вот надо бы, чтобы у меня были бы эти союзные республики. Как бы, конечно, не идет речь о оккупации этих территорий. Это уже, как бы, пройденный этап. после присоединения Крыма, конечно же, это была большая ошибка Путина, и все эксперты, в том числе и Примаков, указывали на это, что это большая ошибка. Но, как бы, после этой ошибки Путин уже, как бы, эту ошибку уже не повторит. Так что, оккупации, захвата этих республик точно не будет. Но все же, как бы, Путин требует большего контроля Российской Федерации над этими территориями, над этими государствами. И думаю, да, что, как бы, об этом будет и второй саммит, если они, она происходит. Но будем посмотреть, в всяком случае, здесь у нас такое событие, что начинается скоро снова военное учение у границ Украины. Уже в августе, там, в сентябре собирают войско очередной раз у границы России. Посмотрим, будет ли это сопровождаться ныне военной истерией, всякими требованиями в Украине. И не только Украине, конечно, и американцам. Не надо забыть, что Зеленский должен был уже поехать к Байдену, встречаться с Байденом. И поэтому, конечно, вот эти события, как бы, самые интересные конец этого лета. Понятно, что Путин поехал сейчас отдыхать, он так поработал, так поработал, так нервничает, так болен, что, конечно, он поехал теперь отдыхать, лечиться. Но, вот видите, может вылезет уже к концу лета, и будем видеть тогда, какое у него настроение. вы смотрите АРУ ТВ АРУ ТВ АРУ ТВ АРУ ТВ